Слава Богу! Слава Искупителю всего рода человеческого! Аллилуйя! Безгрешному Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресенье Твое прославляем. Ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся Святому Христову воскресенью. Ибо пришла через крест радость всему миру, Всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресенье Его, Распятие претерпев. Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную, По великой своей милости. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аплодисменты воскресшему Спасителю Иисусу Христу! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес воистину! Христос воскрес воистину! О, ес! О, ес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину! О, да! Я жил во тьме греховной, был Богом себе сам, но Иисус воскресший к себе меня призвал. Теперь живу я с Богом, свободен от греха. Иисус Христос воскресший, Он праведность моя! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину! О, да! О, да! О, да! О, да! О, да! О, да! Был Богом себе Сам, но Иисус Воскресший к Себе меня призвал. Теперь живу я с Богом, свободен от греха. Иисус Христос Воскресший, Он праведность Своя. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Христос Воскрес, Христос Воскрес! И Я Воскрес, И Ты Воскрес, Христос Воскрес! Аплодисменты Воскресшему Спасителю Иисусу Христу! Аплодисменты Воскресшему Спасителю Иисусу Христос Воскресшему Спасителю Иисусу Христу! Братья, сестры, да, Воскресение и жизнь, это послание сегодня, Воскресение и жизнь. Кстати, большинство христиан на земле именно сегодня Пасху празднуют, католики, протестанты, православные, большинство православных церквей в мире по новому стилю сегодня как раз тоже празднуют. Вот, слава Богу, да, но когда бы мы не праздновали, самое главное, что Пасха наша, это не просто красный день календаря, это не просто дата какая-то в календаре, нет. Ну, для кого-то да, но для настоящих, кто не по-нарошку, а по-правдушному христианином является, то Пасха наша, сам Иисус Христос. Сам Господь Спаситель наш, Иисус Христос. И христоцентричность на самом деле является панацеей для тела Христа, для каждого верующего в отдельности и для всего тела, для церкви. Любой конфессии, динаминации, в главном у нас единство во Христе Иисусе. И Павел пишет Коринфянам, помните, 3.11, ибо никто не может, говорит, положить другого основания, кроме положенного, самим Богом положенного, который есть сам Иисус Христос. Господь и Спаситель наш, одно основание, один фундамент. Да, по-разному строим, но основание одно. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа. Действительно, братья и сестры, потому что эту веру мы исповедуем уже два тысячелетия. Мы говорим, что в нем, во Христе наше спасение. Он один за всех, и все, потому мы за одного, за единого нашего Господа Спасителя. Один за всех, и все за одного. Возлюбленные, сегодня, да, делюсь этим, молюсь о реформации в православии, вообще во всем мировом христианстве, конечно. Ну, у кого чего болит, про то и говори. Да, я от избытка сердца, в первую очередь, конечно, снова и снова молюсь о православии в целом и за все тело Христа сегодня. Кстати, в этом году так красиво совпало, историческое такое событие. Сегодня воскресенье, и на самом деле оно соответствует, ну, историческому даже, да, моменту воскрешения Иисуса Христа из мертвых, потому что по библейскому исчислению времени сегодня 16 число месяца Ниссан, или же Авив, или же просто первый месяц. Да, 3334 года от нашего исхода из рабства египетского, ровно 3334 года тому назад начинался великий исход, выход из Египта в землю обетованную. Шли, путешествие затянулось, конечно, всего-то надо было 40 дней потратить, но вместо 40 дней 40 лет получилось, потому что исход, знаете ли, проще было выйти самим нам из Египта, нежели Египту из нас выйти. И Чарльз Перджин, король проповедников, да, такой протестантский златоустый, говаривал, что 40 дней надо было Всевышнему, чтобы вывести нас из Египта, но 40 лет понадобилось ему, чтобы Египет вывести из нас, да, братья, сестры. И, конечно, множество людей вышло, одних мужчин только призывного возраста больше полмиллиона, представляете? 600 тысяч человек, но лишь два человека дошло до финиша. Лишь, ну, их было трое, в общем-то, но пересекли черту тогда финишную лишь двое. Иисус Навин и Халев. Для нас великая наука, цыплят по осени считают. И на самом деле выйти из тьмы, греха, это одно, это хорошо, но лишь побеждающий наследует все. Братья, сестры, поэтому на старте это прекрасно, да, стартовать хорошо, побежать хорошо, но, дай Боже, каждому из нас прекрасно финишировать, блистательно финишировать. Это самое прекрасное, друзья. Конечно, и стартовать хорошо, и дистанцию держать хорошо, но пересечь финишную черту, как победитель, как победоносный, потому что сам Иисус Христос, Он такой, Он победитель на самом деле, друзья. И когда пасхальный седр, пасхальный ужин такой совершал он с друзьями своими, с учениками, то, конечно, на пасхальном столе там были и мясо, и горькие травы, и пресные хлебы, и бокалы поднимались, тосты поднимались. Первый тост, это по книге «Исход», 6 глава, 6 и до 8, включительно стиха, как бы церемония описывается, да, это как бы главная тема этой церемонии. Первый бокал всегда поднимался, что мы не рабы, да, мы вышли из Египта, потом кушали мясо, все ели, потом второй тост поднимался, что рабы не мы, Египет вышел из нас. Первый за то, что мы вышли из Египта, тост второй, что Египет вышел из нас. А потом тоже кушаем, общаемся, и третий бокал, третий тост всегда о чудесах и знамениях. Да, рукой крепкую мышцу простерную Господь совершал чудеса свои. Вспоминаем казни египетские, вспоминаем много чего было, даже море стало пешеходным, как в православии очень красиво поется. «Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами гонителя фараона, видя потопляемо Богу победную песнь поим в Апияше». И действительно, победоносное шествие было. Враги попытались за нами бежать, ничегошеньки у них не получилось. Все потонули, и кони, и всадники, особенно коней жалко как-то в этом месте. Ну ладно, вообще, честно говоря, всех жалко, безусловно. Но когда мы увидели врагов наших, их коней потопленных, люди радовались, радовались не потоплению даже, а больше спасению, избавлению из их рук. И потом 40 лет странствия было по пустыне. Все эти чудеса мы вспоминаем, потому что Бог – целитель наш. Он исцелил всех вышедших из Египта, там сколько, 3-4 миллиона, может больше даже. Короче, множество народу, и большинство из них от тяжелых работ были взяты. Рабы вчерашние, а это вам непросто, знаете ли, где-то на производстве. Да, поэтому многие из них были больны и немощны, да, но Господь исцелил всех. И целых 40 лет они ходили по пустыне. Их обувь даже не снашивалась. Представляете, Богу дело-дела даже до нашей обуви есть. Представляете? Здесь порой купишь хорошие вроде обувь, а сезон поносил и все уже. И уже как бы вот качественное в Боге, какое-то качество есть такое интересное, удивительное. Одежда не витшала, представляете, 40 лет подряд. И мы ходили по пустыне с мечтой о будущем. В этой земле течет, напевали. Эрдзавад халав, халав он ваш. В этой земле течет молоко и мед. В этой земле течет молоко и мед. В жизни мая течет молоко и мед. В этой земле течет молоко и мед. И шли, шли, напевали, говорят, это самая старая песня вообще, которая существует по сей день. Да, в ней мало слов, но очень много смысла. Мне так нравится. И дошли до конца, но не все, конечно. И вот четвертая чаша, бокал, третья это чудеса, знамения, помните, да? Значит, четвертая, запомним, это Бога усыновления. То есть Бог нас усыновил. Он не просто вывел нас из Египта и потом в Гуляйполе, где хотите, нет. Он привел нас к себе и показал, что настоящая свобода, оказывается, быть рабами Ему, быть детьми Его, быть в Его власти. Настоящая свобода. Вот в чем, друзья. А потом пятый бокал, но пятая чаша, она вообще не пилась. Вообще до Иисуса никто не поднимал, не осмеливался ее поднять, пятую чашу. Ну, многие учителя говорили, что в знак печали того, что вот печальная статистика среди мужчин такая, из 600 тысяч лишь двое вошли в Ханаан. Но считалось, с поком веков и во времена второго храма, во времена земной жизни Иисуса, считалось, что пятую чашу сам Машиах, сам Христос должен поднять однажды и свое королевство объявить начавшимся, открытым. В современном иудаизме обычно считается это чаша Ильи, пророка Ильяху, но считается все равно, что Илья должен царство Машиаха провозгласить, царство Христа. И представьте, так и получилось. Иисус на последнем ужине своем с друзьями, после вечера уже ничего не оставалось, маленький кусочек хлебушка, а преснока оставался, афикаман. Он сказал, это мое тело, это не просто Исаак, это я сам. А потом после вечера взял чашу, раскрыв тем самым все карты перед ними и сказал, это моя кровь, это моя кровь, пейте, кровь Нового Завета. О чем это говорит нам еще, кроме всего прочего? О том, что не только наш выход из тьмы, это Христос, но и наш вход в царство, это Христос. Не только первый день, первый день нашей веры, нашего обращения, нашего возрождения, это Христос, но и день последний, это Христос. И входим в царство, через кровь святую и спасительную Иисуса. Да, братья и сестры, вот как здесь обозначено, да Пасха наша, Христос заклан за нас. И место из Писания 11.25, это то, чем хочу поделиться. И слова Иисуса в 11 главе и в 25 стихе обозначены, они для меня очень важны. Последних 19 лет, начиная с весны, как раз вот с этих дней самых, 2003 года. Я живу вот этим словом, которое Иисус сказал тогда. Я есмь воскресенье и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет. Это его слова, и он не только это сказал, он воскресил, помним, да, 11 глава Иоанна, он воскресил друга своего Лазаря. Кстати, вчера по старому стилю, да, праздновалось, отмечалось как раз Лазарева суббота, так называемая, воскрешение Лазаря. Вспоминалось прямо, я здесь прямо в тему. Действительно, да, Лазарева суббота. Вот, и в 2003 году, как раз в пятницу, накануне такой субботы, вот Лазаревой, в моей жизни было чудо. Началось все, конечно, как и любое чудо с нехорошей стороны, да, началось с того, что я попал в ДТП, одним словом. Я был за рулем автомобиля, и была авария, я сбил подростка, школьника, старшеклассника на мотоцикле, который выехал покататься. Я люблю мотоциклистов, но, честно говоря, раньше недолюбливал, особенно, когда молодые пацаны гоняют на мопедах, там, на вратах. И вот в тот день произошла, вот, произошла трагедия произошла. Это было в пятницу, накануне как раз Лазаревой субботы, да. И мы ехали в Россию, мы жили тогда в Киеве с семьей всей, и со мной была моя жена, дети наши. Тогда у нас было пятеро детей, у нас сейчас шестеро. Вот, да, двое внучат уже растут, дважды дедушка, дедство мое началось, да, слава богу. И тогда беды ничто не предвещало, казалось бы, вот, но возле города Крылевец, со стороны Киева, не доезжая к городу, до этого, произошло это ДТП. Паренек пересекал трассу, он хотел из одного села в другое село проехать, как потом выяснилось. И они там с пацанами гуляли, то есть они сбегали с уроков, со школы, и на мотоциклах, на мопедах разных они съезжали с разных сел в одно село, и потом должны были весь день кататься, и всю ночь даже кататься. И вот, но он не покатался уже, и удар был сильный, удар был смертельный для пацана. Вот, и когда я выскочил из машины, удостоверился, что жена цела, дети целы, все, я пытался последние секунды, доли секунды избежать столкновения, но было невозможно это сделать уже. Вот, и когда я выбежал из машины, то вот это зрелище было, конечно, ужасное. Паренек валялся на дороге, и мотоцикл его, как потом сказали милиционеры эти, не подлежавший восстановлению его мопед этот, ну, они сами там собирали в гаражах, потом выяснилось, у следователя в кабинете уже когда все узналось, там подробности, в деталях. Так вот, и, но самое страшное было, да, вот этот пацан на дороге, знаете, вот, как вот мой ребенок, и я впервые в жизни просто орал так Богу, и раньше бывало орал, конечно, но здесь по другому поводу. Я, понимаете ли, никогда в жизни раньше не молился за воскрешение мертвого, я думал, что это не для меня, и вообще, как бы, это вот, ну, там, пусть Рейнхард Бонк этим занимается в Африке где-то, ему сам Бог велел, как говорится, вот, значит, там, где-то в Индокитае, где-то там, в Латинской Америке, там, да, где-то там, ну, у нас-то, как бы, это, вроде, как бы, неактуально, я так полагал, вот, ну, или кто-то еще, пускай этим занимается, но только, как бы, не я. Но, знаете, вот в тот день я просто вопил к Богу, и Бог услышал, и помиловал меня, и того пацана, Бог воскресил этого паренька, признаки жизни появились, он стал даже садиться, я придерживал его сзади, потому что у него спереди лицо было чисто, а сзади, хотя он воскрес, у меня сразу, конечно, когда он воскрес, у меня сразу мысли такие, наверное, это не было все-таки воскрешение, наверное, ну, в смысле, это, наверное, вот, был обморок такой, я подумал, было, наверное, обморок все-таки был, наверное, хотя перед тем я понимал, что это воскрешение, и как тот еврей, который говорил Иисусу, верю, Господи, помоги мы ему, не верю, знаете, я верующий, но не настолько, чтобы так поднимать покойников, так вот, значит, да, на дороге, но, значит, он стал садиться, я ему сзади голову придерживал, потому что у него сзади голова была разбита, как, знаете, переспелый арбуз трескается, кости разошлись, и там мозги эти клокотали, и он еще грязными руками лез туда, чесалось, видимо, он же не видел, что, думаете, не дай бог, что мозги почешет, я придерживал поэтому ему голову, чтобы он не залез туда, значит, внутрь себя, как бы, вот, вот, и скорая помощь подъехала, там чуть дальше кафешка была, они там вызвали скорую, милицию, и, значит, и приехала скорая помощь, врач скорой помощи лишь бросил фразу такую, что мы его, ну, как бы, ну, все, несовместимы с жизнью, мы его не довезем даже, но я понимал потом, что, значит, если бог поднял его сейчас на дороге, значит, не за тем, чтобы он умер, ну, не его день, будет жить еще, думаю, какой-никакой, поломанный, но живой, главное. Потом приехали, да, милиционеры, но уже позже, жена, дети были возле машины, я ушел в сторону молиться, и молился за того пацана, вот, и, знаете, вот, я понимал, что будет жить, что все хорошо внутри, и просто славил уже Бога. Потом приехали милиционеры, да и приехала, посмотрели местное происшествие, но они, как бы, так косвенно подтвердили, что это все-таки был летальный исход, потому что они говорили, что, ну, батюшка, не первый год на дороге, они посмотрели мое транспортное средство, его транспортное средство, где его тело лежало, по всем гаишным ментовским этим параметрам, говорят, ну, это все, это, я говорю, нет, не в морг, а вообще-то в реанимацию повезли, говорят, поверьте, ненадолго, ну, как бы, не первый год на дороге мы уже, вот, то есть, они, как бы, косвенно подтвердили, что все-таки это был, значит, летальный исход, ладно, дальше потом медики подтвердили, это уже потом уже в самом Кролевце в том, и, значит, и приехали, когда уже в Кролевец, там, больница, следователь, и здесь начались уже свидетельства такие, для меня очень серьезные. И, значит, в кабинете следователя я сидел уже, и врач скорой помощи зашел, тот самый, что забирал с места этого пацана, и он, значит, говорит, чертовщина какая-то, объясняет не мне, а этому следователю, он признался, что он неверующий, ему, а потом говорит, что это чертовщина какая-то, это не была, говорит, массовая галлюцинация, я стал прислушиваться, думать, о чем он вообще говорит, не пойму, вот, и, видимо, следователь тоже самое не понимал, о чем он говорит, как бы, Но врач весьма эмоционально описал ситуацию. Оказывается, за тех минут 15, там, 10-15 минут их ходу до больницы пацан полностью исцелен был. За 10-15 минут, знаете, я всякие чудеса видел, но такого не видел еще. Вот, ну, правда, это не на моих глазах было, на глазах этих врачей, но, как бы, ну, я, как бы, сам был в шоке таком, в удивлении. Вот, и, то есть, у него голова захлопнулась, значит, кстати, заросло все бесшовно, когда ему кровь смыли, не нашли ни шишечки, ни царапинки, ничегошеньки. Поэтому врач говорит, это чертовщина какая-то. Но он сказал, что это не была галлюцинация, потому что кровь оставала свидетельством, что все это было на самом деле. Проверяли это мальчика, самого кровь, ни чья-то кровь. Ну, как могла голова открыться, туда кровь вытечь, и потом заклопнуться, закрыться. Ну, ладно, это еще не все. Оказывается, самые чудеса начались потом. Как бы, ему, когда смыли кровь, не нашли ничегошеньки, а хирург, осматривая этого пацана, кстати, хирург был атеистом таким махровым, мне на него жаловался младший медперсонал, а потом такой был упертый, такой и вульгарный даже атеист. Но для него это был его день, одним словом, этого хирурга. Для него это было сильнейшее свидетельство. Он, со слов этого хирурга, было следующее, говорит, тоже это чудо, говорит, потому что очевидно, но невероятно, говорит, потому что одежда свидетельствовала о том, что на мальчике должно быть повреждение, говорит, многочисленные повреждения. Но когда его догола раздели, пацана, все ахали и охали, значит, медсестры все эти, короче, его всего ощупывали, значит, трогали, проверяли, ни синяка, ни царапинки, ничегошеньки, как с гуся вода вообще. Но это еще не все. Для хирурга самое было вообще просто нокаут, как говорится. Знаете, что было? По ходу они не только тело его рассматривали, но и пытались мозги его проверить. Они вопросы ему задавали специально, как он реагирует. Он отвечал адекватно на все вопросы, туда-сюда, кто он, откуда он, с какого села, как он оказался на дороге вообще, на этом мотоцикле. Все рассказывал. А хирург по ходу разговора узнал этого пацана и говорит, слушай, ты у нас лежал уже в хирургии? Он говорит, да, лежал, с переломом лежал, связано было тоже с мотоциклом там падение, но явно не его транспортное средство. Знаете ли, вот, и, значит, там получилось так, что у него зажило хорошо все с первого раза, он снова ходил в школу, гонял на мотоциклах опять. Но, вот, хирург объяснял так, что как бы у него, и врач скорой помощи перед тем сказал следователю, как бы у него тогда не зажило хорошо с первого раза, но на снимках должен быть след от старого перелома хотя бы. Если даже не новых, не исчезли когда-то переломы, то от старого, вот, не бывает бесшовного, как бы, срастания костей. Но, вот, с точки зрения врачей этих, чертовщина в чем заключала, что не было следов от старого перелома, как будто кости его не ломались. Притом, это не была ошибка врача, потому что мальчик все подтверждал, что он лежал, у них уже и был перелом. Поэтому другие были врачи уже потом, к вечеру уже затянулось там аж допоздна. Но перепроверяли, делали снимки повторно, подтвердилось все их опасения, что действительно это сверхъестественно. Очевидно, но невероятно. Вот, понимаете ли, и он был полностью здоров, лишь одну проблему нашли в пацане, в нем не было пищи. Как будто он не ел не просто там день или два или три, а не ел давно вообще, не маковые росинки, что называется, представьте. Стали спрашивать, но для меня это было еще одно, это был последний гвоздь, как говорится, да, для меня это стало последним доказательством, что это было воскрешение из мертвых. Я вообще человек по жизни упертый, мне нужно пощупать, потрогать все, понимаете ли. Я верующий, но по жизни материалист. И поэтому мне проще поверить, там где-то воскрес, где-то в Африке, где-то там чунга-чанга какой-то воскрес, допустим, чем вот здесь пацан прямо под боком, прямо на руках моих. И так получилось, что врачи сказали, что да, в нем не было пищи, а мальчик всю дорогу твердил, пока его проверяли, перепроверяли, он говорит, я умираю, есть хочу, дайте что-нибудь поесть. Вот таки врач сказал, таки помрет, дайте ему что-нибудь поесть, вот реально помрет. Стали спрашивать его, притом, когда он ел последний раз, он сказал, что утром хорошо позавтракал, ему не поверили, стали специально его расспрашивать, эти медсестры, санитарки, что тебе мама готовит, что ты любишь кушать. Ну, судя по описаниям, вроде не врет. А вчера ты ел? Ел. Позавчера. Они стали специально его порасспрашивать, он все подробно стал вспоминать, рассказывать, что он ел там. Ну ладно. Судя по тому, что он позавтракал весьма хорошо, как мужик взрослый, потому что у него предполагался один прием пищи, потому что они сбегали на целые сутки, по сути, с пацанами. И поэтому он поел на завтрак очень хорошо. Но куда все в нем это делось вообще? Стали расспрашивать, какой у него не только стол, но и стул, мало ли вдруг он индиго туалетный какой-то, я не знаю, сверхспособность какая-то у него, как птица, поела и ему наплевать на всех, как говорится. Знаете ли, но он же не птица, он человек, в нем кишки всякие, там же пища движется, как-то там перерабатывается. Одним словом, не бывает такого, но он сказал, что у него с туалетом все нормально, как у обычных людей, ничего там сверхъестественного такого у него не бывает. И вот это уже оставили врачи без комментариев, а для меня это стало последним подтверждением, что это было именно воскрешение. Пацана, кстати, было еще одно чудо с ним в тот же день, его повели в столовку, больничная столовая, медсестры, санитарки, они вообще такие, сарафанное радио. Они там растрезвонили по больнице, там везде, они судачили, такие дырындычихи такие. И они рассказывали так интересно, что пацан этот, да, они привели его в столовую, а там аж с обеда было много на столах порций, накрытых, но не тронутых никем. Потому что дело было под праздники, под выходные, и многие просто отсутствовали, они дома были, числились лишь в больнице. И вот, но на столах все было накрыто. И пока они там судачили между собой, об этом чуде рассказывали, пацан, не будь дурак, раз за стол, и, короче, первое, второе, компоты. А когда женщины спохватились, уже было поздно, он несколько взрослых порций съел. Они потом переживали, думали, сейчас у него заворот кишок, наверное, помрет. Вот, не помер на дороге, помрет здесь. Потому что они прикинули, сколько он съел. Это вообще, взрослый мужик столько не съест. Куда в него влезло все? С виду не скажешь вообще, что такое проглот. А здесь обожрем капиталистов, короче. Ест, ест, ест в три горла. Представляете? Но, слава Богу, Бог помиловал пацана, и он не помер. Наоборот, ему было весьма хорошо. Его оторвали от пищи, потом пообещав, если не помрет, еще раз накормить потом, попозже. Вот, но там и смех, и грех. Я как послушал этих санитарок, медсестер вообще. Вот, значит, и, но врачи были более сдержаны, конечно, но они были свидетелем этого чуда. Следователь был, молодой офицер, он был просто, ну, тоже шокирован. Но самый большой, для меня был такой зрелищным таким шоком, был вот тот, один из милиционеров этих полицейских, который приезжал на место происшествия. Тот самый там, мы с ним познакомились потом, Сергей Шкура, он был капитан, тогда полиции был капитан. Вот, и он был на дороге, он видел его транспортное средство, не подлежавшее восстановлению, он видел, его тело лежало. И потом видел того пацана, здорового уже, хоть бы что вообще. Он человек немолодой уже. Я вышел, когда в коридор от следователя, этот капитан стоит с таким видом потерявшегося мальчика в супермаркете. Знаете, вот растерянный просто, реально мужик растерянный стоит. Он не понимает, он соприкоснулся с реальным чудом вообще. Вот это да. Ну ладно, дальше больше. Я думал, для того дня уже стресса слишком много уже для меня было. Оказывается, это было лишь начало. Оказывается, самые сливки были впереди. Как говорится, дальше в лес злее партизаны. Там было такое вообще. Понимаете, значит, я, значит, кстати, мы поехали обратно. И жена, дети, дети все уже в повалку спали. Вот мы с женой бодрствым едем. И по дороге обратно я пережил стресс. Вот, собственно, ради чего сейчас все это рассказывал. Бог заговорил со мной. Знаете, я не псих, я не слышу голосов и не слышал никогда. Вот, значит, и понимаете ли, но в тот день, ночь даже уже, фактически, ночь, уже суббота началась уже, это Лазарева, да. Вот в эту ночь, ближе к полуночи уже было дело, я слышал громкий голос. Знаете, вот хотите верьте, хотите нет. Просто громкий голос, как будто в машине резко врубили громкую музыку. Самое удивительное, на утро я узнал, что жена ничего не слышала. Я был по умолчанию убежден, что она все это слышит. Потому что это далеко за машиной, я думаю, было слышно. Оказывается, лишь один я слышал это все, представляете. Я ее потом переспрашивал, может быть, слышал дополнительный шум какой-нибудь, допустим. Ничегошеньки не слышала. Но она кое-что видела, чего я не видел. Да, ангел был перед нами. Вот так вот, ангелы, реально, они здесь присутствуют. И мы, когда шаббат начинаем, там дома, приобщаясь к корням, то мы там в пятницу вечером все время поем им приветствие. Приветствую вас, ангелы, посланники Всевышнего. Приходите с миром, короче, и уходите тоже с миром. Все хорошо. Да у них своя работа, у нас своя работа, в принципе, да. Но они реальны, но она видела, я не видел ничего на дороге. Она видела, как бы в светленьком костюмчике мужик, какой-то мужчина шел перед нами. Вот, машина едет, да, а он не спеша идет. И мы его не догоняем и не обгоняем. И потом он стал таять, говорит, исчезать, и только лишь светлое пятнышко шло перед нами. Я ничего не видел вообще, я смотрел на дорогу, ничего не видел. Но голос слышал, и этот голос говорил одно и то же три раза. Он спрашивал меня одно и то же три раза. Я ничегошеньки не мог ему сказать в ответ. И лишь что-то промямрил такое, типа, да, Господи, и все, что-то. И голос спросил меня одно и то же. Он спросил, ты это видел, только громко. Я ничего, если бы мне хотя бы предупредили, Сережа, сейчас Бог будет говорить. Я бы, может, как-то собрался бы с духом, а то вообще, понимаете ли, притом такой стресс, что даже воскрешение паренька, это было как просто вообще ничто вообще. Понимаете, как зубы почистить утром, вообще как ничто. Потому что это такой стресс, как будто бы несколько лет жизни просто тебя раз так снимается, пережил. И этот голос спросил меня, ты это видел? Три раза он меня спрашивал, я ничего не мог сказать в ответ. И третий раз, когда он спросил меня то же самое, он сказал, вот так будет и с церковью. Только громко сказал это. И все, и все стало ясно, что было в том дне для меня. И дальше не слышал никакого голоса, это были мои мысли, но это было из Библии. Вот это вот как раз, 11-25 Иоанна, я есим воскресенье и жизнь. Знаете, вот ехал и одно и то же, десятки раз в голове крутилось. Мои мысли были, я есим воскресенье, я есим воскресенье. Десятки раз, одно и то же вспоминалось. Потом еду дальше, я есим воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. А потом там мне на всю жизнь запомнился один поворот, там Кипти и Черниговская трасса прямая уже на Киев. Я когда съезжал, там, представляете, мысль дальше продолжилась не совсем по тексту синодальному, но так интересно. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Вот так вот мысль была. Так интересно. Не, ну женщинам проще, наверное, в чем-то, они могут думать сразу о многих вещах. Знаете, а здесь я только об этом и только думал вообще. Одна и та же мысль. И только лишь когда в город уже въехали уже, эта мысль прекратилась. Я уже больше не вспоминал одно и то же, одно и то же. Я есим воскресенье и жизнь, верующий в меня, даже если умрет, оживет. Братья, сестры, вот уже вот 19 лет, как говорится, за что купил, за то продал. Вот, значит, меня спрашивали многие там и у меня в церкви, и в Киеве, и, ну вообще, в гостях, я где об этом рассказывал, в разных собраниях рассказывал. Вот, и, кстати, да, спрашивали, идет ли, шла ли речь о православии или вообще о всем христианстве глобально. Я говорю, я не знаю, но если бы я был бы баптистом, я, наверное, думал бы, что идет речь о баптистской церкви, конечно. Если был бы харизматом, допустим, думал бы о харизматах, там, писятником о писятниках, адвентистом был бы, я наверняка бы об адвентистах думал бы. Ну, поэтому я говорю, что не было никакого откровения дополнительного, но я по умолчанию думал о православии, честно говоря. Вот, как бы, когда все это происходило, и пока вот эта мысль-то вот все крутилась, я есмь воскресенье, я все думал о православии. И вот то, что прозвучало, вот так будет и с церковью, то я по умолчанию, как бы, в своем фильтре, как бы, я видел православие, как бы, будем так говорить. Хотя, я ж не против, я ж только за, чтобы это было глобально вообще для христианства, я только за вообще. Я не отделяю православие от всего мирового христианства. Не, раньше было дело, да, грешил, грешен, да, было дело, да. Раньше вообще, это я сейчас такой добрый, раньше было дело такое, что я вообще не считал, что вне православия можно как-то спастись. Когда в 91-м году, как раз во время пучи меня руку полагали в Рязани, и перед тем как-то мы с женой беседовали на какие-то такие духовные темы, и моя жена, она, значит, как-то сказала, может быть, не только мы православные спасемся, может, кто-то и о какой-то баптистке она вспомнила, о женщине. Я говорю, слушай, матушка, мать моих будущих детей, если мы православно едва спасаемся, то они вообще, у них безнадега точка ру, короче, все. У них вообще не может быть ничего абсолютно, если мы едва-едва, ну ладно, как бы, да, дело было. Но в 96-м Господь просто, ну, вразумил меня, вот вразумил, я стал общаться с разными верующими. Как-то, знаете ли, вот когда ходишь во свете или хочешь ходить во свете хотя бы даже, очень важно иметь общение с теми, кто тоже хочет ходить во свете или ходит во свете. Тогда кровь Иисуса как-то активизируется, знаете, активируется, как-то она приходит в действие, омывает, очищает, и наше сознание освобождает от всякого сектантского мышления. Я в этом убедился на своей жизни просто, в своем служении. И в 96-м, когда познакомился вот с разными верующими, да, неправославными, как бы казалось бы, да, я удивился тому, что такие слова Божьи верно. Дух дышит, где хочет, на самом деле. Не там, где я хочу, или не там, где я убежден, что будет дышать, а где он сам хочет. А Бог хочет дышать, его, а в России купола, говорит, кроет золотом, да, чтобы чаще Господь замечал, помните, да. Но на самом-то деле лишь наши сердца привлекают его внимание, даже если все будет в золоте или в шоколаде, как угодно. Вот это не привлечет его внимание, а привлечет внимание простое сердце, даже если оно без шоколада и без золота вообще, будем так говорить. Да, поэтому и обряды, традиции, там, троеперсти, двоеперсти, там, значит, там, как угодно. Поклонение за эти годы я познакомился, но раньше я до 96-го знал лишь одну форму поклонения Богу, в которой я вырос, как бы, и которую я знал, практиковал. Православная форма, да, мне она до сих пор очень нравится, литургия православная, жемчужина на самом деле, красивая, не в обиду никому. Но когда познакомился с другими формами поклонения Богу, разными очень даже, даже совершенно бесформенными формами поклонения, самые потрясающие для меня такие бесформенные формы поклонения были в Америке, у Амишей гостил я, вначале у Менонитов там, а потом у Амишей в Пенсильвании, потом в штате Нью-Йорк. Вот там меня ждал сюрприз, самая бесформенная форма поклонения Богу, вообще, от слова вообще, даже безмолвная молитва, просто сидим час, два, битый час, значит, и просто поклоняемся Богу, безмолвно, классно, и без ничего вообще, от слова ничего, вообще, в помещении. У меня аж мурашки, аж шерсть дыбом вся, знаете ли, от такой молитвы была. Ну ладно, хотя ничего не было абсолютно, не то, что там, я уж не говорю, там прокодила, там что-то еще, вообще, вообще ничего. Да, ну ладно, поэтому, в принципе, это поклонение Богу в духе и в истине. Иисус вообще говорил, что на всяком месте будем поклоняться Богу. Разные слова говорим, разные молитвы, да, значит, разные музыкальные инструменты или без них там. Самое-то главное, оно же внутри совершается человека, это таинство, встреча с ним. А по поводу воскресения церкви, действительно, да, для протестантов, наверное, более актуальна все-таки пробуждение тема. Вот, как Павел пишет, мне так нравится, встань спящий, говорит, да, воскресни из мертвых, а потом, говорит, не осветит вас, а осветит тебя Христос. Думаю, здорово, в этом что-то есть, в этом какая-то изюминка есть. Вот, из проснувшихся спящих и из воскресших мертвых и осветит тебя, единую свою церковь Христос. Он уже, ну, хотя много церквей, по сути-то, да, и много всяких течений, но по сути-то церковь-то она одна. Как ни крути, церковь-то она одна, по большому счету, как и Господь один, и вера-то она одна. Знаете ли, и крещение-то оно одно, в смысле, не обряды, обрядов масса крещений, там, баптизм, педобаптизм, ну, много всяких обрядов, вариантов крещения. А крещение в библейском, в том смысле слова, то же оно одно, на самом-то деле. Погружение в Господа, пропитывание им-то, оно одно, баптизу. Если в современном греческом языке баптизу, оно означает, ну, еще со средних веков, означает просто окунание, как бы, да, то в старом кое там означало именно погрузиться, и там остаться, и пропитаться во всем тем, во что ты погружен. И чаще всего, ну, Новый Завет написан вообще на таком рабоче-крестьянском, таком греческом языке, не на высоко-литературном, как вот у Сократа, Аристотеля, допустим, нет, на таком простонародном, суржике даже где-то, на речи Кои, это, в принципе, больше даже похоже на суржик греческий, чем на классический греческий язык. Это сейчас он воспринимается высоко-духовным, а тогда это был простонародный, рабоче-крестьянский. Так вот, и чаще всего баптизу тогда, в те времена, лет за 400 до Иисуса и лет 400 после него, использовалось для писания соления огурцов, овощей, прочих, или прокраски тканей, то есть практически такие вещи. И если прокрашивали ткани, но ткань была халтурно прокрашена, и при стирках, парках, варках, кровь, ну, извиняюсь, эта краска выделялась, то, значит, говорили, это не баптизу. И, допустим, греки любили не только соленые там овощи, но и малосол полюбливали, но малосол греки не считали баптизу, малосольные огурчики не считали баптизскими. Настоящие баптизские огурцы, просоленные, имеющие соль в себе, не просто на шкурке, а внутри себя, так что, товарищи огурцы, да, с грядки и прямо в катки, и просаливаемся, главное заповедь огурца какая? Не дергайся, не рыпайся, не высовывайся, оставайся в нем, все, и Бог пропитает тебя. А там такой рассол и сальца, и чесночок, и травка всякая, и все там, все ингредиенты. Вот ты будешь такой, чтобы Господь взял тебя, хрустнул, ох, баптизу, вот это баптизу, я понимаю. Пусть Бог благоставит вас, братья и сестры, да, я уже в минус пошел, да, я понял. Это штрафные санкции уже будут, наверное. Ладно, братья бить не будут, надеюсь. Благоставляю вас всех, друзья, живите счастливо, да, чаще молитесь, славьте Богу, улыбайтесь, просаливайтесь Господом и знайте, что Он есть в воскресении, жизнь наша. Давайте встанем, возлюбленные. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аплодисменты Господу. Аминь, аплодисменты Господу.